Забавно видеть, когда у власти Чечни идёт флешмоб стихи Кадырову, а у простого народа идёт флешмоб по прощению долгов. Как ты можешь это прокомментировать? И то, что Кадыров перенёс день национальной скорби на 10 мая. Митрандир Эрландур 2. Прокомментирую слухи о том, что твой начальник был офицером ФСБ и что ты непосредственно выполнял его поручения. Это правда? Если бы я работал в ФСБ, тогда у меня был бы начальник ФСБ... ...на этих провокаторов. Скажи, пожалуйста, ты часто говоришь о религии в своих роликах. Разве можно об этом говорить, не имея соответствующего образования? Ведь тебя многие смотрят и воспринимают твои слова как чистую монету. Ты не всегда же прав. Ну, тебе надо... Человек с ником мужик, тебе надо предъявить какой-то момент конкретный. Сказать Тумсо, вот здесь ты сказал о религии и ты был неправ. Потому что это очень серьёзное обвинение. Человек, говорящий без знания о религии, это на уровне человека, совершающего многобожие. То есть, это очень-очень опасный грех говорить без знания о религии, об Аллахе. Поэтому здесь нужно конкретно предъявить Тумсо, ты как бы вот здесь сказал о религии какую-то ложь и вёл в людей заблуждение. Нужно это разъяснить и тогда Тумсо, если он праведный мусульманин, поняв то, что он ошибается, Тумсо должен будет извиниться за это, покаяться перед Всевышним Аллахом. А так, просто так говорить ты же бываешь неправ, так не работает это, понимаете? Здесь нужно конкретно показать. Что касается, ты часто говоришь о религии. Религия это часть нашей жизни, так же как мы часто говорим о политике, мы часто говорим о социальной сфере, мы часто говорим обо всём. Так же мы говорим о религии, потому что это наша жизнь. Но мы не говорим о религии тех вещей, которых мы не знаем. Мы говорим какие-то очевидные вещи. То есть, я не захожу в темы, обсуждая там вопросы права, фика, то, чего я не знаю. Или, например, вопросы там вероубеждения, которые для меня сложны. Я, допустим, на них тоже не отвечаю, как мне говорят про предопределение. Я говорю слишком сложная тема. Я не хочу в это вникать. Но когда тебе, допустим, задают вопрос Тумсуа, сколько раз в день нужно молиться? Вот сколько обязательных молитв в день? И ты не можешь сказать, а я не знаю. Нет, дорогой, ты знаешь, и ты должен на это ответить. Или тебя спросят Тумсуа, а сколько вообще господов миров существует? Их один есть господ миров, или может два, а может десять. Понимаешь? И ты можешь ли ты сказать, а я не знаю? Нет, дорогой мой, ты обязан ответить на этот вопрос. Поэтому здесь такая тема, когда ты не можешь вообще не говорить о религии. Хочешь, не хочешь, это часть нашей жизни, причем значительная часть нашей жизни. И мы в любом случае ее касаемся. Но при этом ты не имеешь права говорить на темы, о которых ты не знаешь, о которых ты не разбираешься. Здесь скажи, я не знаю, и уйди от этого. А что касается... Можно ли об этом говорить, не имея соответствующего образования? Об этом... Вот здесь как раз-таки тот самый момент, что если ты знаешь, то говори. Если не знаешь, то не говори. Оставляй, да? Скажи, не знаю, в этом нет стыда, если ты скажешь, то ты не знаешь. Но если ты знаешь, то говори. И когда я тебе сказал, покажи мне вопрос, где я ошибся, то имею в виду здесь, ты не имеешь права показывать мне вопросы, у которых есть разногласия. Как, например, разногласия в мазхабах, в вопросах там омовения, нарушения ритуальной чистоты и так далее. Те вопросы, у которых есть разногласия, и если я придерживаюсь иного мнения, которое ты считаешь неправильным, ты не имеешь права прийти и сказать, ты вот здесь ошибся, нет. Это приемлемое разногласие, и в этом вопросе я считаю, что ошибся ты или тот человек, те люди, которые на ином мнении. То есть это не тот вопрос, который можно предъявить за ошибку. Ошибка, это когда в этом вопросе нет разногласий. Это когда ясная какая-то тема, и ты совершил какую-то явную ошибку. Вот это вот только можно предъявить. Томсо, вот об этом я и говорил. Ты рассуждаешь на религиозные темы, имея лишь поверхностные знания. Так нельзя. Все рассуждения на тему имамов и муфтията – это лишь твои домыслы. Почему домыслы? Это же были слова. Я же не дал никакую фетву ни на что. Я просто взял слова конкретных имамов и привел их. И все. От себя я ничего не говорил, никаких заключений не делал. Дмитрий Тарандир Эрландур 2. Будучи моим начальником, может быть, этот человек был ФСБшником. Да? Наверное, так должно было поставить вопрос. Конечно, я не знаю сокровенного и все возможно. В электросвязи работают очень много людей. Но мне не известно, чтобы кто-нибудь из моих начальников в электросвязи, чтобы они работали или являлись офицерами ФСБ. Мне такого не известно. Насколько я знаю, они все были обычными людьми. И не являлись офицерами ни то что ФСБ, ни МВД, ничего иного. Вот. Но, опять-таки, гарантию за кого-либо давать Тумсо, ты можешь дать гарантию за кого-либо, что они там не являются? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Тумсо только за себя может отвечать. Ни за кого более Тумсо не отвечает. Просто тот, кто хочет что-то приписать мне, он должен копаться не в других людях, не в моих начальниках в электросвязи. Он должен копаться во мне. Я не несу ответственность за других людей. Если они были плохими людьми, то это они были плохими, а не я. Во всяком случае, мне не известно о том, чтобы эти люди являлись офицерами каких-либо российских спецслужб или органов власти. На такой должности всегда были, есть и будут только сотрудники ФСБ, и ты это прекрасно знаешь. Не, ну, если так, то тут ничего я вам не могу, конечно. Тут с вами уже не поспоришь, если у вас всякие убеждения, что на такой должности могут быть только сотрудники ФСБ, то ну, что с вами поделаешь. Здесь, когда я с 2004 года работаю в электросвязи, не полностью, до 2006 я работал, потом уволился, потом с 2012 по 2015 опять работал. Все это время вообще работаю в сфере связи. И когда вы, люди, понятия не имеющие вообще, как устроена связь, как устроен прием на работу, когда вы мне рассказываете, кем являются люди на таких должностях, то как мне можно с вами спорить? Конечно, вы знаете лучше меня. Ты прав. Пусть победит правда. Забавно видеть, когда у власти Чечни идет флешмоб стихи Кадырову, а у простого народа идет флешмоб по прощению долгов. Как ты можешь это прокомментировать? Не то, что Кадыров перенес день национальной скорби на 10 мая. Флешмоб стихи Кадырова, он сейчас идет? Я просто не видел. Я не думаю, что мне стоит это комментировать. Что касается переноса дня национальной скорби на 10 мая, у Кадырова не было выбора, чтобы его не перенести. Он не мог 9 мая, день победы, день великой победы, празднующейся в России, он не мог этот день сделать трауром. Несмотря на то, что в этот день погиб его отец, но это та зона, на которую он не может постигнуть, вы понимаете, это святая зона российского государства. Его не позволят. Хоть все семейство Кадыровых полегло бы в этот день, хоть что бы в этот день не случилось, но Кадыров в этот день будет праздновать. Потому что его хозяин в Кремле, тот самый, перед которым он вот так вот с таким вот видом садится, этот человек ему не позволит. В этот день Кадыров будет праздновать. Поэтому ему нужно было куда-то этот день перенести. И он сказал, давайте мы сделаем 10 мая днем траура, подтянем к этому 10 мая, подтянем туда и 23 февраля, и скажем, что вообще всех наших погибших и все наши траурные какие-то даты, все наши беды, мы будем вспоминать их вот в этот день 10 мая. Давайте вот так скажем, чтобы побольше информации накидать на этот день и как-то вот загладить эту ситуацию с 9 мая. И так они начали праздновать, скорбить 10 мая. Субтитры создавал DimaTorzok